Всем привет! Меня зовут Илья Яшин. Пропаганда убеждает нас, что один из главных принципов Путина он никогда не бросает своих. Есть только один нюанс. Список этих своих, очень короткий, насчитывает буквально десяток человек. При этом очень многие, кто оказывал Путину услуги и на какое-то время входил в доверенный круг, допускали ошибку, полагая, что они теперь тоже свои, что их тоже не бросят. Но очень часто таких людей ждала судьба презерватива. Их использовали, а потом просто выбрасывали на помойку. Вот про одного из таких персонажей, который еще недавно был в числе самых влиятельных медийных боссов, я сегодня и расскажу. Речь про Арама Габрилянова, основателя портала LifeNews и бывшего главреда «Известий». Возможно, самого отвратительного из медийной обслуги Кремля по степени своей мерзости, способного конкурировать с такими монстрами, как Соловьев или Симонян. История Габрилянова — это яркая иллюстрация того, как Путин использует в своих целях людей, не брезгующих никаким дерьмом. Как создает для них мотивацию, карьерную перспективу и как система отторгает их, когда они перестают быть нужными. Это действительно интересно, так что устраивайтесь поудобнее и досмотрите до конца. Мы начинаем. Ну это просто какое-то животное. Арам Габрилянов уже не молод. В августе отметят 60-летний юбилей. Карьеру свою он начал еще в советские времена, когда руководил комсомольской газетой в Ульяновске. Ну а в 90-е годы он занялся бизнесом и наплодил в регионах целую сеть чернушной прессы. Габриляновские газеты смаковали изнасилование и убийство, публиковали желтые новости про звезд и бесконечные гороскопы. Все это отлично продавалось, и в 2000 году Габрилянов решил выйти на новый уровень. Он перебирается в Москву и создает здесь таблоид под названием «Жизнь». Газета пестрит сплетнями про знаменитости, выдает жареные сенсации, скандальные заголовки и в итоге достигает огромных тиражей. Позже Габрилянов запустит еще одну похожую газету «Твой день», объединив все свои издания в холдинг Ньюс Медиа. За несколько лет бывший комсомолец становится ключевым игроком на рынке бульварной прессы. И в этот момент к нему появляется политический интерес в Кремле. В ходе подготовки к выборам 2007 года Габрилянова приглашают в администрацию президента. С ним беседует куратор внутренней политики Владислав Сурков. Сурков объясняет, что власть хочет консолидировать вокруг Путина главные медиаресурсы страны и сделать его неуязвимым для критики. Называлась это концепция информационной безопасности. В государственных СМИ к тому моменту уже установлена жесткая цензура, и вот очередь дошла до частных изданий. В финале разговора Сурков интересуется, за какую сумму Габрилянов согласился бы продать свой газетный бизнес. И надо отдать должное Габрилянову, в этот момент он разыграл невероятно талантливую комбинацию, догадавшись, что может получить от Кремля гораздо больше, чем просто деньги. Он может получить политическое влияние. «Дорогой Владислав Юрьевич», — сказал он Суркову, — «не надо никаких денег. Если Путину нужны мои газеты, забирайте бесплатно». Разумеется, Сурков обалдел от такого. Кремль привык выстраивать отношения с бизнесом при помощи кнута и пряника. Кого-то запугивали, кого-то подкупали. Но чтобы человек вот так бесплатно был готов отдать свой актив — редкий и перспективный кадр. Вскоре Сурков организовал Габрилянову встречу с президентом. Путин посмотрел на него, поблагодарил за поддержку и сказал, будете работать с Ковальчуком. Говоря просто, Габрилянова назначили ответственным за грязь. Он создал портал LifeNews, к которому потом приросли телеканал во главе с его сыном Ашотом и радиостанция с таким же названием. По сути, это было информационное оружие, направленное на оппонентов Путина. Причем стреляло оно именно испражнениями. Важно добавить, что сотрудники Габрилянова по факту оказались над законом. Что бы они ни творили, какие бы методы ни использовали, им каждый раз чудесным образом удавалось избежать проблем с правоохранительными органами. Излюбленный метод габриляновских медиа – слежка за оппозиционными политиками и последующая публикация частных разговоров. Проблем с законом Габрилянов никогда не боялся, прекрасно зная, кто его покровители. Долгие годы Габрилянов жил, как у Христа, за пазухой. Через его структуры перекачивали огромные бюджеты. Несмотря на многомиллионные убытки его холдинга, бизнес Габрилянова чудесным образом процветал. И сам он буквально купался в деньгах. Ногой открывал двери в администрацию президента. Приятельствовал с влиятельными генералами. Сотрудники лайфа стояли в первых рядах на пресс-конференциях Путина и получали эксклюзивные комментарии. Габрилянов выполнял для власти такие деликатные и грязные задания, за которые никто другой просто не брался. Он искренне поверил, что стал для Путина одним из тех самых своих, которых не бросают. И такая самоуверенность сыграла с ним злую шутку. Габрилянов начал огрызаться на своего непосредственного куратора в администрации президента Алексея Громова, который давал ему задания и спускал темники. Решил, что он незаменимый и убрать его не посмеют. В итоге летом 2018 года Габрилянов был вынужден покинуть руководство созданного им же холдинга. Чуть ранее прекратил вещание телеканал Лайф. Одновременно было закрыто одноименное радио. Империя Габрилянова развалилась как карточный домик, и никто из бывших друзей даже не подумал за него заступиться. Появились новые люди, которые стали выполнять старые задачи, денежные потоки были перенаправлены, а бывший медийный босс остался сам по себе, растеряв все былое влияние. На фоне взлета и падения старшего Габрилянова особенно показательна история его сына Ашота. Практически всю жизнь он работал под руководством отца. Занимался пиаром в его холдинге, потом возглавлял телеканал Лайф. Ашот Габрилянов строил из себя большого патриота и буквально рвал рубаху на груди за Россию-матушку. В социальных сетях он называл Барака Обаму психопатом. Грозил ему злым русским медведем. Называл Путина гением и восхищался тем, как он давит США своими, цитата, стальными яйцами. Ну и, конечно, трогательно рассказывал, что никогда в жизни не поменяет родные березки на бездушную Америку. Я вырос в городе на Волге. Ходил на рыбалку с дедушкой Сашей. Как можно продать свое русское прошлое за американское будущее? Мне не понять. Все это не помешало сыну Габрилянова собрать чемодан и улететь в Нью-Йорк, где он живет в шикарных апартаментах и пытается развивать какое-то бессмысленное приложение для смартфонов. О былом патриотизме Габрилянов не вспоминает. Наоборот, вернувшись на несколько дней в Москву, возмущался в Твиттере дикими русскими нравами, так как в тренажерном зале у него украли бумажник. Возмущался, что характерно, на языке своей новой родины. Кстати, интересный момент. Ашот Габрилянов возглавлял пропагандистское СМИ, которое явно сотрудничало с российскими спецслужбами. При этом спокойно легализовался в США, получил визу и смог создать там собственный бизнес. Как так получилось? Почему он не под санкциями? Почему его не выгнали из страны? Моя версия очень простая. После отъезда из России сын Габрилянов стал сотрудничать с американскими спецслужбами. Он знал изнутри, как работает путинская пропаганда, был частью этой системы и, несомненно, является очень ценным источником для западных разведок. Если эта гипотеза верна, то история семьи Габрилянова приобретает настоящую драматургию. Ну, представьте, любимый сын Капу кремлевской мафии предает отца, семью и начинает работать на врагов. Прям готовый сценарий для фильма. На фоне всех этих разочарований и падений Арам Габрилянов превратился из могущественного, наглого, вальяжного босса в одинокого и вечно раздраженного старика. Падать оказалось очень больно. И знаете, что здесь самое несправедливое? В нашем обществе почему-то до сих пор принято называть всю эту помощную публику журналистами. И Габрилянов, и его выкормыши пользуются всеми привилегиями журналистов. А любая критика в их адрес вызывает визг. Как так? Это же свободная пресса. Вы что, против свободы слова? С моей точки зрения, называть людей вроде Габрилянова журналистами, значит оскорблять настоящих журналистов, которые зачастую рискуют своей жизнью и свободой, чтобы рассказать людям правду о происходящем в России. Журналисты — это Анна Политковская, убитая за правду в Чечне. Это Юрий Щекочихин, которого отравили за антикоррупционные расследования. Это тот же Иван Голунов, который писал про коммунальную мафию в Москве и которому подбросили наркотики. А Габрилянов, Соловьев, Киселев, Скобеева, Симонян — никакие не журналисты. Это медийная обслуга Кремля, для которой нет никакого общественного интереса. Есть только деньги, кормушка и власть. Поэтому очень важно проводить водораздел между настоящими журналистами и этой помощной публикой, которая хрюкает у кормушки. Что ж, друзья, спасибо, что досмотрели до конца. Не забудьте поставить лайк под видео, чтобы YouTube чаще рекомендовал его другим пользователям. Делитесь роликом в соцсетях.